Сегодня я, Александр Гусев, глава нашего правительства, премьер-министр, хочу поднять весьма волнующий многих людей в нашей стране вопрос. С каждым годом деятельности правительства недовольство его действиями растет. Все больше людей высказывают ему недоверие. Экономическая ситуация ухудшается год от года. Она стала катастрофической. В России правительство проводит необоснованные и, что самое главное, непопулярные реформы. Падение экономических показателей всеобъемлющих, инфляция – одна из ключевых причин этого. Также наше правительство вводит всеобъемлющую цензуру. Ни один фильм не может попасть на экраны кинотеатров, не пройдя ее. У нас нет реальной политической альтернативы нашему правительству. Все оппозиционеры, которые более или менее успешны, сидят в тюрьмах. Дипломатически, перейдем к внешней политике. Наше правительство провалилось везде, где только возможно. Украина, страна, в которую мы вкладывали большое количество денег, ушла от нас за несколько месяцев. Сейчас также уходит Венесуэла. Страна не обладает мягкой силой. Действия правительства, не способность остановить те процессы, которые происходили на Украине и которые сейчас происходят в Венесуэле, это показывает. Наша страна до сих пор, в эпоху постиндустриального общества, зависима от ресурсов. Человеческий капитал практически не развивается. Вклад России в мировую науку крайне низок. Исходя из всех этих пунктов, я хочу предложить распустить правительство. Есть ли у вас вопросы, господа? Если вопросов нет, то я завершаю свое выступление. Спасибо. После такой громкой речи приглашаем лидера оппозиции к трибуне. Что же нам ответит оппозиция? Добрый день. Меня зовут Константин и я являюсь лидером оппозиции. На сегодняшний день мы не считаем, что это правительство должно распутить себя. И вот почему. Потеря власти приведет нас к катастрофическим ситуациям. Во-первых, главным нашим страхом является анархия и безвластие, которое может привести к очень большой проблеме. В настоящий момент в нашей стране существуют отдельные, очень, скажем так, гордые республики, которые в любой момент готовы заявить о своем сепаратизме. К сожалению, рост пуск правительства может привести к потере международных договоров и дипломатических отношений. Нас окружает, как сказал Владимир Владимирович Путин, кольцо врагов. И поэтому в любой момент при потере правительства мы можем говорить о том, что страны НАТО, та же самая Украина и Китай смогут украсть у нас территорию. А так, как сказано в Конституции, мы не можем этого допустить. Далее хотелось бы отметить необходимость в том, что маргинальные группы, которые могут образоваться в России и организовать вооруженные мятежи, захватят власть. Мы же не хотим, чтобы было как на Украине. Я надеюсь. Россия демократическая страна и правительство, которое было назначено премьер-министром и в том числе президентом, должно выполнять свои функции. А так как именно президент избирается народом, то косвенно я хочу утверждать, что именно правительство избрано народом. Я считаю, что правительство должно выполнять свои функции до последнего конца и до окончания срока своих полномочий. Именно поэтому я говорю, что правительство не должно распустить себя. Правительство должно спасти нашу страну от развала и привести к экономическому росту. Спасибо. Нет, спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Данила. Я являюсь заместителем премьера-министра управящей партии. Мы действительно считаем, что мы некомпетентны. По данным социальных вопросов, большинство людей хотят нас распустить. Мы проводим очень плохие реформы, действительно. Мы проводили пенсионную реформу, которая абсолютно была не нужна, которой никто не хотел этого делать, будем честны. Несмотря на то, что фракция КПРФ вводила закон, по которому хотели ввести референдум по пенсионной реформе, мы его отклонили. Большая часть правительства состоит из одной фракции, из Единой России. Наша внутренняя политика так же плоха, как и внешняя политика. Мы по внешней политике поссорились с множеством стран. Они вводят на нас санкции, в том числе мы вводим их. Мы вводим также санкции против них, но они действуют гораздо хуже, чем они, потому что падает у нас же качество продукта, а западные страны от этого практически не теряют в экономике. Внутренняя политика у нас плоха по нескольким причинам. Первое, потому что мы сначала спорим на внешнюю политику, соответственно, внутренняя политика у нас уже идет на последний план. И внутренняя политика у нас уже плоха, потому что у нас в экономике очень мало денег, так как мы не можем предлагать новые экономические программы для того, чтобы спровоцировать рост экономики. В стране вводится цензура, запрещаются концерты многих авторов, запрещаются некоторые фильмы. Мы хотим сформировать после того, как мы распустим себя, новое коалиционное правительство из настоящей оппозиции, потому что это будет лучше так же, как и в России. И мы считаем, что несмотря на то, что наша правительство будет распущено и некоторое время, возможно, правительство не будет сшивать в принципе, все будет хорошо в стране. У меня все. Спасибо. С первого слова запущусь я. Дамы и господа, меня зовут Павел Агафонов, я заместитель оппозиции, лидер оппозиции. Что ж, наше правительство хочет распустить само себя. Этого категорически не должно произойти. На примере различных других стран и других правительств мы видим, что правительство распускать не должно себя. И это ведет к политическим потерям, экономическим потерям, социальным потерям, потерям культурных ценностей. Что ж, возможно, произвольный производ анархии в стране, что ведет к следствию безвластия. Возможность потери суверенитета. Я вам вопрос попозже, очень много человек. У нас возможен развал страны. У нас государство состоит из 85 субъектов. Вы что, хотите, чтобы у нас Республика Татарстан и Чеченская Республика отделились от нас? Также возможен вопрос угрозы интервенции в наше государство с севера, так как НАТО недавно проводило учения в Арктике. Что ж, возможно, еще гражданская война. Мы это не хотим. Как по примеру 1917-1922 годов. Возможно, военный конфликт. А вы понимаете, что еще потеря суверенитета несет колоссальную потерю полезных ископаемых. Мы же не хотим, чтобы Китай вторгся в наши леса и их вырубал. А также отмечу, что наша страна находится на экономическом подъеме, социальном подъеме. Наш действующий президент Владимир Владимирович Путин набрал 86% голосов. Вдумайтесь, правительство, народ доверяет нашему правительству. Вы понимаете, что это еще ведет разрыв международных отношений и потеря союзников. Также хочу отметить, что в 2018 году идет профицит бюджета на больше, чем 2 триллиона по сравнению с прошлым годом. Это большая заслуга правительства. Также у нас еще растет вливание в экономику в такие государственные вузы, как МГУ, ФИСТЕР. Также хочу отметить, что у нас в стране сейчас научный прогресс. Мы летаем в космос. Вы что, хотите, чтобы мы потеряли сотрудничество НАСА и сотрудничество Роскосмоса по освоению космоса, так сказать? Что ж, и мы потеряем политику обмена студентов. Этого не должно произойти. Хорошо, я готов ответить на ваш вопрос, мы объясняем. А сколько ценны те союзники, которые мы потеряем, мы можем потерять? И ценнее ли те союзники, которые мы можем реабилитировать? Начнем с того, что мы союзники, наши союзники сотрудничают с нами очень давно. У нас, так сказать, на вере все происходит. Мы друг другу доверяем, мы друг друг другу сотрудничаем уже давно. И данные потери невозможны для нашего государства. И мы не допустим, чтобы такие потери произошли. Спасибо за внимание. Приглашается член правительства. Если что, каждая речь по 2 минуты есть. Можете чуть побольше, если хотите. Не, ну, конечно, хватит. Ладно. 5 минут у вас есть. Хорошо. Первый слов. Здравствуйте, я член действующего правительства. Меня зовут Лимонов Никита. И, ну, хотелось бы сначала сказать, вот, к небольшому дополнению оппозиции. Они говорят о том, что социальная жизнь, культурная, все у нас процветает. Но у нас, на самом-то деле, текучка кадров. Мы не можем ничего предложить. У нас отсутствует людской капитал. Но, действительно, наши идеи истощились. Понимаете, вот проблема коррупции. У нас в Генеральной прокуратуре, начальник антикоррупционного отдела, наконец-таки, сам до себя докопался. Ну, в том плане то, что, действительно, коррупция, она носит, все равно, это, национальный характер. Вот, тут меньше не сказать. Гражданское общество. У нас в стране тоже хромает. Некоммерческие организации, законы напринимали, напринимали. А потом, ну, нету гражданской позиции. Понимаете, есть кого-то, ну, мы есть, да? А так-то народ не участвует никак во власти. Ну, действительно, гражданское общество неэффективно, правительством управлять невозможно. Ну, инфляция. Ну, что с рублем было, а что стало? Опять же, и дипломатия тут же и накосячили. Ну, а как-никак. Вот это-то все и приводит к выводу. А покупательская способность? Ну, давайте немножечко поностальгируем. 15 лет назад на одну и ту же сумму денег можно было купить два бигмака. Сейчас уже один. Ну, это же, это базис. Это минимальный базис, что человеку для счастья надо. И, ну, и как же нам быть? Поэтому, действительно, социальная вся сфера, вы сказали, хромает целиком и полностью. Экономика, ну, тут даже говорить уже стыдно, потому что, ну, ну, а что тут можно сказать? То, что коррупция и инфляция – два наших главных спутника. Мы считаем, что мы сделать уже с этим ничего не можем. Роскосмос, сказали, развивается. Ну, да, рядом со Свободным восточные построили. А даже уже это, думали, Бог поможет. А светить пытались. Не взлетают. Не взлетают. Сколько проводились, статистически ошиблись местом. Но это уже наши проблемы. В общем, идеи у нас истощились. Поэтому, действительно, наверное, тот выход, который мы предлагаем, он единственный. Большое спасибо. Если да, есть вопросы. Ваше правительство, если себя распустят, вы не думаете, что примут такие же люди, как мы? Ну, понимаете, ну, другие, как мы, это будут другие люди. Как бы, понимаете? И тем более, то, что у нас… Давайте так. То, что если вдруг мы не распустимся, то у нас вообще никаких шансов нет на дальнейшее здравое развитие нашего государства. Так у нас есть шанс. Ну, как бы, статистически-то все равно возрастают, да. Но, а стабильность, это же есть процветание. Так, дальше, по-другому. Это, да, это, по-другому. В принципе, на самом деле, все, что я хотел сказать. И время. А, ну, если есть, ладно, я отвечу, так уж и будет. А почему же вы не хотите полностью отдаться на дорогу и работать на его профессионер до последнего конца? Ура, я сейчас вы не начну. Хорошо. Вопрос, в принципе, я уже дал на него ответ. То, что идей у нас нет. Людского капитала тоже нет. Устали и вообще, да. Больше не можем. Так что, уборим. Все, спасибо. Я все хочу сказать. Я пришлюсь, приглашаю на позиции. Что он скажет мне? Отлично. Благодарим правительство, действующее в нашей стране, за вашу прекрасную позицию. Но, конечно, хотелось бы сказать, что вы предложили распустить себя. И западные страны в этом плане, конечно, могут нам помешать в этом плане. А не оставить нам то же самое правительство. Ведь мы можем не смотреть на западные страны, а действовать по собственным принципам, самостоятельно. Просто сделать так, даже не опираясь на внешнюю политику, чтобы наша страна процветала без таких вещей, как сотрудничество или войны с кем-то, без интервенции, без вмешательства в наших спецслужб на территорию других стран. Ведь без этого можно прекрасно прожить. И при этом потратить деньги на те сферы, которые нам нужны. Наша позиция оставить действующее правительство во главе нашего государства. И сделать так, чтобы все меры, которые будут приниматься в будущем, были направлены на развитие социальной, бытовой. И просто сделать так, чтобы наши люди, живущие в этой прекрасной стране, радовались каждому дню, проведенному в ней. Вот я утром выхожу из дома и смотрю по сторонам. И мне нравится все то, что сделало это правительство. И я не понимаю, что я не хочу, чтобы на той улице, где, я отвечу на ваш вопрос попозже, где я живу, была война, кровь и смерть детей. Опираюсь на цифры. Мой коллега сказал, что есть такое государство внутригосударство, как Татарстан. У них есть своя конституция, согласно которой они являются полноправным государством. И при этом они являются субъектом нашей федерации. И если пройдет развал нашего правительства, пройдет развал всего государства. Ибо на примере исторических, таких как Российская империя, Китайская империя, которая была в 20-х годах прошлого века, которая распустила себя императором. И после этого пошла полная анархия, которая привела к многолетней войне царистов и коммунистов. И это совсем неправильное решение. Далее. Можно сказать, что 59% территории Арктики принадлежит нам. И это нефть. Разве другие полезные ископаемые. И это нельзя терять нисколько. Далее. Мы потеряем сотрудничество с странами БРИКС, которые являются нашими полноправными союзниками и помощниками во внешнеполитических ситуациях. И подытожить можно это все тем, что наше правительство должно остаться, но двигаться в том направлении, чтобы каждому человеку в этой стране было комфортно, безопасно. И каждый мог купить себе как минимум два Бигмата. Сегодняшнее прогресса не было боя в городе? Официально нет. Слушай. Что вам конкретно нравится, когда вы ходите на улицу? Если учитывать зиму, то я, конечно, не люблю этот период, но я, выходя на улицу, смотрю на то, как, конечно, начинает сейчас уже проявляться некоторая такая вещь, как почки на деревьях. Я смотрю на то, какие появляются трамваи на улице, где я живу. Новый, простите, трамвай, который наше правительство ввело после питерских двухтысячных трамвайов, на которые кататься просто невозможно. И понимаете, раньше на улице не было ни одной шурмичной, а сейчас их две штуки. Вопросы больше не понимают. Спасибо большое. Желаю, что я хочу сделать вверху. Я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу превратиться в педагогическое строительство. Я хочу сказать, что я хочу. Господа, пожалуйста, без консультации сядьте. Прошу, что мы видим. Ну что ж, я взял представлюсь. Меня зовут Артем. Я секретарь текущего правительства. И, соответственно, кому, как ни мне, рассказать вам, честным гражданам, каково положение в стране, тем самым подытожить все вышесказанное моими коллегами. Вы, несмотря на то, что было сказано оппонентами, каждый из вас знает, что мы, как правительство, терпим неудачи во всех направлениях, во всех сферах общества. Начиная с социальной части, просто недоверие населения, правительства, и также непосредственно власти, и, конечно же, непосредственно пенсионной реформой, недавно проведенной. Возьмем экономику, рассмотрим эту сферу. Инфляция для нас сейчас настолько велика, что мой коллега рассмотрел паритет покупательной способности на наглядно, на доступном для всех продукте. И, в принципе, я думаю, тут комментарии излишни. Также можно подчеркнуть повышение НДС и санкции, которые привели не только к подъему отечественного производителя, но и упадку импортного товара. Также санкции привели к разрыву в дипломатических отношениях с развитыми странами, что никак не может являться показателем фактора, по которому мы должны будем принять следующее решение, которое мы позже озвучим. Также мои коллеги в начале своего выступления сказали, что для того, чтобы на территории России для ее граждан у них было светлое будущее, мы должны создать коалиционное правительство с оппозиционными партиями. Но в связи с этим у меня назревает вопрос. Оппозиции, которые пытаются угодить нам, пытаются наши неудачи свести на нелепые ошибки, как-то по-другому их прокомментировать, чтобы народ по-другому их воспринимал. Неужели, грубо говоря, стелется под нас? Разве это оппозиция? Оппозиция подразумевает собой сопротивление, но никак не угождение. Все же мне следует сказать, что наше правительство ничего не решает в стране. В стране, к сожалению, решает только один человек. Так зачем нужно правительство? Также стоит признать, что наше правительство показало некомпетентность во всех сферах общества, как я уже до этого сказал. Поэтому самое главное вовремя уйти, чтобы была возможность для граждан, проживающих на территории, возможность будущего. Поэтому наше правительство, как сказал мой коллега, встало и должно уйти. Подать в отставку. У меня все. Приглашается секретарь оппозиции. Секретарь оппозиции. Здравствуйте. Я секретарь оппозиции Константин. Прошу посмотреть вот в тот угол всех. Вы, конечно, тут ничего не увидите, но прошу, я понимаю, все устали. В последнее выступление хочу обратить на себя внимание. Спасибо. Вы знаете, мы, то есть наша оппозиция очень долго думала и привело очень много конструктивных предложений, конструктивных решений нашего уважаемого правительства. Пенсионные реформы были вынуждены для развития нашей страны. У нас в этом году, вот как сказал предыдущий спикер, выходит он на улицу, и как ему все нравится. Все действия правительства обоснованы и несут главенствующую функцию. Счастья нашему народу. Из исторических примеров было проведено китайский кризис, когда рост усправительства привел к анархии и к ухудшению положения страны. Неоднозначно мы говорили по поводу большого количества врагов, которые могут покуситься на нашу территорию, что может привести к потере. Наше богатство, вот что мы должны защищать. Наше счастье, наш дом. Правительство отлично справляется со своими решениями. Мы все цело поддерживаем правительство. И хотим, чтобы оно осталось. Я люблю свою страну. И я хочу, чтобы она развивалась и двигалась к светлому будущему. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем спасибо.